Так, хочу я сейчас сходить в одно место. Надеюсь, планшету никто подряд касаться не будет, пока я тут хожу. Потому что хочу эксперимента ради сходить по тропе, которую великий пеет. Ладно, великий пеет. Муж моей подруги про лопатю. Надо мне резиновые сапоги. И сейчас, возможно, будет немного темно. Сейчас приоткрою, чтобы не совсем темно было. Резиновые сапоги мне надо. И шляпу пчеловодную. Потому что пойдем мы туда, где, возможно, пролетит какая-нибудь пчела. А еще такая погода. Ну и, короче, камера у меня сейчас на такой присоске. Шляпа-то у меня только чисто на волосы. Короче, камера у меня на прищепке, на рюкзаке. И я в рюкзак специально немного чего-то такого покидала, чтобы он как-то уравновешивал меня. Вот сейчас узнаем, можно ли. А, может и не можно. Надо планшет с собой взять. Потому что фиг знает, сколько тут метров. Снова немножечко темно. Пол, прости, я не буду снимать. Резиновые, они чистые, в принципе. Потом подмету, либо пропылесу все. Я уже сегодня подумала, что я опять лоханулась и не взяла никакое управление. Ну, там, допустим, яблофон от Наташи. Сэмсунг от Гриши. Чтобы вставить его в штучку, которая держит телефон, камеру поставить. Но другую штучку, которая повыше, и сходить, допустим, до ближайшего леска. Я туда сегодня собираюсь, но, наверное, уже пойду с другой камерой. Потому что, вон, сетку видно иногда. Это сетка на голове которой. Если бы я ее полностью упустила, я думаю, что она бы камеру все закрыла, короче говоря. Хочу сходить с Сони камерой туда съездить, на приближении. Ну, я второй день не очень хорошо себя чувствую по некоторым причинам. И вчера я мыла первую часть медогонки. Сейчас я попробую опустить его как-то. Так, низ, низ, низ. Вот. Оно почему-то у меня... А, да, планшет перевернулся. Надеюсь, тут ничего не перевернется. Вот планшет немножко в кадр влезает. Я тут мыла первую часть медогонки, а сегодня мне надо саму бочку помыть. Сейчас я настрою тут, чтобы оно как-то слишком высоко ушло. Короче, этот... Мне бочку надо помыть, но погода такая... Были совсем такая облачка-облачка. И она довольно паркая. Видно этих... Пасеку нашу. А вон тот вот... Короче, этот... Ближе сюда голубой такой улей. На него я сейчас фокусировку сделала. Это этот... Не наш улей. Он пустой. Вот тропа наша. О-ка, камера. Может мне тебя как-то... Фу, бабочка, уйди. Я и без тебя тут бабочка как-то это... ФПЛ. Вот так, сопровождение. Поставим ее на сопровождение, чтобы она никуда особо голубой не крутила. Ой, я наверх очень сильно убрала. А тут шляпы мои попадают в кадр. Но зато видно тропинку. Ну так конкретно видно. Сейчас я, наверное, еще поверну немного ее. Вот так. Короче, я хотела доехать до... Вчера еще хотела доехать до... Ну, вместо раз у меня Верик подчинился. Спасибо мужу моей подруге, который пролопатил эту дорогу. Так вот. А то родственников некоторых 300 лет можно ждать. Они обещают, обещают, а потом делают... Ой, а мы ничего не знали, мы ничего не поняли, мы думали только накачать. Ну-ну. Он с дыркой был. Ну, короче, не суть важна. И это... Тут у нас орешники, кстати, вот. Орешник. Еще орешник. Кто хочет орехов? Welcome to hell. Только мы вам, а вы нам. Ну, в смысле, это не за так же. Так вот. Тут палки еще навалены. Надо осторожнее смотреть под ноги. На самом деле пруд... Пруд... Как бы сказать... Сейчас я попробую поднять эту камеру немного. Вот куда сейчас направлено вот эти вот... Вот это вот дерево. На нем фокусировка такая. Фокусировка. Вот. Даже фокусировка ушла куда-то туда. И немножко скосилась. Простите, я случайно нажала. Ну, короче, вот эти деревья. На самом деле, вот направо ближе была тропа у нас. Мостик. И туда выходит как раз был мостик у пруда. А теперь пруд вообще на одну треть уменьшился. Я знала, что он уменьшился. Но я не думала, что настолько вот благодаря товарищу, мужу, моей подруге. Вообще, с мужем моей подруги мы знакомы с моих 16 лет с художки. Я, правда, тогда не знала, что он муж моей подруги. Потому что мы с ней еще не были знакомы. С ней мы познакомились на форуме уроческом. Заочно сначала, потомуочно. Но не суть важна, короче. С мужем, муж моей подруги расширил знания моих горизонта. Я узнала, что пруд у нас, в общем, уменьшился на одну треть. И тут еще два куста смородины. Когда подружка прискакала, он говорит, туда, говорит, рубит, там куст смородины. Я говорю, какой куст смородины? Думаю, куда вообще рубит, где тут куст смородины? Спасибо тем, кто донатил на эту камеру и моему другу Никите, который мне 9К подкинул с хвостиком на это счастье. Потому что благодаря ей я смогла вот сюда зайти. И вам. Ему. Точнее, с этой камерой, благодаря вам я смогла зайти. И поснимать. В общем, и спасибо мужу подруги, которому любопытство дало в лапы лопату, потому что косой нас никто не одарил. А наша косака, видимо, уже сделала ноги в неизвестном направлении. Либо так заныкана, что ее не найдешь. Ну, короче говоря, в общем, у меня тут есть возможность сюда пройти и поснимать. Мостик давно уже нет. Он был чуть правее, где-то на полметра. И уже еще несколько лет назад был немножко уже сгнившим. Я сейчас попробую голову камер наклонить. Вот так вот. Потом еще обратно отпущу. Ну, в общем, я хотела доехать на велике до этого, до Алискай. Но сидела дома. Я понимаю, что сидеть дома, что в деревне, что в городе. Ну, в деревне ближе на улицу выйти. Что на улице будет полегче. Я думаю, сейчас пью чай, полежу в гамаке и почитаю. Манху по аниме, которая сейчас, наверное, уже закончилась ангуингом. А что-то там про Релиану. Я название не помню. Но я скачала оставшиеся там сколько-то, 30 с чем-то глав. Еще в прошлый приезд на телефон. Почитаю, а потом, ну, залью эту медогонку, бочку свою водой горячей, чтобы она там по стенкам обтекала вниз. Съезжу до лесочка, наверное. Приеду, уже буду домывать, потому что ее надо было такачивать на улице. Ну, погода такая. Плюс еще пчелы мед учуют. Даже если там оставшийся там запах столько. Короче, немного геморно, проблемно. Вот это растение, очень похоже на растение, которое у меня есть в одном чайном сборе. Так, фокусировку надо. Сейчас я как-то ее возьму, эту камеру. Прям, как бы это. На мне еще эти всякие слизи, блин. Простите, тут планшета иногда в кадр живает. Ибо потому, что если бы я взяла маленькую, чей-нибудь, какой-нибудь бэушный смартфончик, который мне добрые два зрителя в двух вариантах задарили для этого дела. Ну, один-то, правда, для стримов был, потому что что-то как-то с моим интернетом на кухне в городе можно только сейчас стримить. Только через телефончик. Ну, может, еще через планшетик, но у меня пока не было возможности. Короче говоря, тут есть одно растение, которое очень похоже. Правда, оно, видимо, еще не зацвело на то растение, которое у меня есть в сборе, которое мне... Одна моя уже отдавшая Богу душу знакомая из серии подружаек, пусть и сильная, взрослая, старшая, меня там лет на 40 хрен знает, или на сколько-то там. Да, наверное, лет на 40 где-то. Привозилась в Германию. Там были какие-то растения, но вот эти... Вот такое вот. Я бы сейчас попробую как-то его в кадр всунуть. Вот она. Правда, у меня не получается сфокусироваться на нем сейчас. Сейчас как-нибудь... Так. Камера. Я не знаю, это оно, не оно. Ну, куда поехала? У меня появился следящий фокус. Не знаю, это... Да, вот это оно. Ну, вот это вот. Я сейчас на нем фокус сделаю. Пусть и следящий. Есть зрительница, которой очень не нравится следящий фокус. Уж прости, Аня. Ты можешь просто не смотреть этот кусок. А можешь вообще не смотреть это видео. Ну, мало ли. Вот. Сейчас просто фокус. И вот оно. Носк просто я увидела, оно напоминает и по листикам, и по всему остальному. Я не все растения, к сожалению, помню по именам. И большую часть растений я еще не знаю по имени вообще. Ну, допустим... Нет, тут у нас вот эта крапива. И ее в этот году, вот весь этот кусок, это, кстати, я вот точно не помню. Ну, возможно, вот еще до этого момента еще это наша усадьба. Не только огород, а вот до этих деревьев это наша усадьба. И потому что вот за огородом там точно наша еще усадьба. Какой-то кусок тут еще нашей усадьбы. Вот этот кусок нашей усадьбы, одна сплошная крапива. Я подозреваю, что это видео выложится, выйдет уже на канал после того, как я приеду из деревни в очередной раз город. И я хотела приехать пораньше. Но так как надо вот мыть медагонку, чтобы мои тети не приезжать сюда лишний раз. Да и вообще, если я правильно справлюсь, я думаю, может мне попроситься взять на себя ту ответственность, мыть медагонку, когда я буду тут. Ну, и ее, соответственно, надо просушивать. Почему просушивать? Ну, и вообще, что просушивать, вроде как, что я ее мою. Это предыдущее видео записывала на эту камеру, как раз как я ее мою часть, одну ее решетку. Чисто так, две решетки вроде как. Я говорю, зрители, если у вас есть лишняя медагонка, и вы хотите сделать Лёле приятное, и хотите при этом обзор, возможно, этой медагонки в действии, задарите ее, Лёля. Короче говоря, хотела... Я сначала думала, что на неделю приехать, или максимум дней на 10, ну, максимально совсем на 2 недели. Ну, узнала, что в Прилогах будет какое-то мероприятие, мне бы хотелось туда съедить, ну, и родственники сказали, типа, съеди, посмотри, то, все. И думала вернуться 10-го, даже заказала чай, потому что он где-то 6-го придет, и даже при случае его можно продлить на пару дней там, нахождение на базе выдачи. И приеду 10-го заберу. Потом подумала, ну, решили, что приеду 12-го. Мне просто сказали, что ты в город-то поедешь, чтобы в саду помогать? Я говорю, да. Ну, и нафиг ты поедешь. Ну, в общем, как-то так. А вообще, в идеале, я бы хотела тут дождаться доцветения липы, собрать ее у нашего деда, потому что нашу в свое время года два назад опилили ветки нижние наверх. Я лазать не умею, летать тем более. Кстати, по ходу дела оттуда, вот где-то здесь как раз вот эта вот часть мостика была. Я сейчас попробую опустить камеру вниз, чтобы было видно. Так, это я вверх ее пошла. И найти бы, где оно тут. Палец-то где? Вот, короче, надо, видимо, немножко вот сюда уйти. Вот где палец, это куст желтого ириса, самосев. И он, я не знаю, когда он цветет, но летом он когда-то, иногда сюда вот бывает прокашивают родственники, и он тут цветет. Видно его. И он как раз вот был левее от мостика. Мостик был такой не совсем прямой, как бы, ну, виляющий. Если тут шум какой-то, тут у нас вчера или позавчера приехали соседи, позавчера, наверное, в дом, в котором когда-то жил Боря, но он там не смог жить, потому что рядом тоже нашего деда пчелы. И он приехал в дом, который вот сгорел. И вот здесь вот, кстати, есть первый куст смородины, и следующий еще там. И друзья мои нашли тут где-то ягодки зеленые. А я думала как раз сюда зайти, и несколько листиков, ну, вот этот молодой кустик, собрать, чтобы, ну, и посушить, и в чай заварить. Вот, мостик у нас был там. И тут ветла рассохлися, развалились. Вся ветло это кто-то меня укусил, или крапива тут была. Ветло, короче, это ива. И вот там дальше тоже две ивы, они как-то в разные стороны совсем пошли, но мне кажется, они изначально от одного корня были. У меня тут какое-то вроде как приближение. Как-то оно слишком близко показывает. Хотя вроде никакого приближения я не делаю. Ну, я могу сейчас приблизить. А, тут, видимо, не приблизить. Но не суть, важно. Оно и так как-то приближенное уже. Из одного режима пересла в другой, плавно пока снимала. Я постараюсь смонтировать на чем-нибудь, ну, в смысле, на этом планшете, на какой-нибудь приложухе. Обзор камеры, наконец-то. И обзор планшета, и обзор прошлогодней камеры, которая тоже здесь, мне кажется, у меня тут все четыре камеры основные. Ну, видеокамера, а не фотокамера, которая тоже как-то снимала. Когда-то снимала. Я не помню, брала я сюда рыбий глаз или нет. Может быть, да. Наверное, он в городе остался. Но у меня тут CG-CAM C100, которая без стабилизации. Вот эта DJI, на которой я сейчас снимаю. И Sony камера, HDR, что там. Короче, сейчас я покажу, попробую эти ветла. Ветлу это Ива. Оно у меня сейчас как-то так... А, ну повернуто сюда. Да, мама моя? Ты почему туда повернулась? А может мне сменить немного режим? Вот сейчас наклон будет у нас. Вот это витое, это как раз ветки Ивы, которая вот развалилась совершенно. Это все из одного было корня. Вот мы вернулись сюда. Ну, на обычную. Вот обычно я на таком режиме снимаю, но так лучше, конечно, следование. Но мне удобнее почему-то вот это. Вот то, что сейчас лево по борту, это как бы тоже развалившаяся Ива. Они очень близко росли. Вот здесь. Вот эти две ноги в разные стороны. Это тоже была из одного корня Ива. Дальше просто Ива одна стоит. Тут Ивняк конкретный такой. И сейчас вот направлено сюда. Я сейчас попробую сделать, немножко пустить камеру. Пустить. Мой планшет. 81% нормально. В общем, как бы где бы палец-то показать, палец в камеру войди. Ну, ладно. В общем, вот сейчас вот направлено как раз вот на это деревья. Те, которые вот как раз-то веско была такая спутанная. И с моего места кажется, будто она из земли растет. На самом деле, это ветка продолжения этого дерева. Чуть-чуть. Сейчас попробую еще опустить вниз. И вот оно тоже было из одного из одного корня. Их потом вот так вот от времени, от ветра земля тут слегка опустилась. Оно как-то развалилось совсем вообще. Вот то-то большое, возможно, было. Не знаю, как палец воткнуть в этот кадр. Ну, в общем, оно было, которое сейчас как бы лежит, толстое, чуть близко стояло с этим, а вот так они изначально были из одного корня и как-то вот так вот развалились. И у нас как раз мостик был вот рядом с этим деревом и так вот вилял и выходил вот через другое дерево и туда шел вот прямо вот через этот теперешний куст земляники, что тут вырос. и то, что вот куда мы сейчас придем, там у нас была лавочка и березка. Ну, березку в каком-то году сгрызли бобры вместе с лавочкой. И прямо было как раз выходишь к пруду и там мостик. А сейчас выходишь к пруду, прямо не выйдешь. Тут куст, выйдешь чуть левее, выходишь к пруду и пруд только еще начинается. А так вот пруд у нас был. Сейчас я покажу. Вот так все сделаем. Так как тут какие-то насекомые эту слюну свою везде оставляют, то на меня периодически с деревьев от ветра что-то падает. Ну, у меня шляпа защищает нашу малышку, поэтому на нее ничего не капает. В смысле, на камеру. Вот сейчас у меня как раз тут вот здесь вот куст смородины. Причем она и там, и там черная смородина. И раньше там были еще такие кусты. Их, видимо, или выпили, или они сами уже от времени подохли. И там вот этот пруд, он доходил туда дальше еще, не знаю, метров на пять или на шесть. И дальше идет береза. И вот там у березы была переправа. А сейчас все это высохло. В каком году, я вот даже не могу представить. тут где-то крапива, я об нее хоть и в длинных штанах уже несколько раз обкрапивилась. Я тут этот листик поднимаю. Тут, кстати, не один этот ирис желтый, ирис. Три или четыре костика, но что-то я не знаю, вот цвел он, не цвел ли, только собирается, как-то он слегка опавший. Где тут мои друзья видели ягоды, я вообще не представляю, как же дерез-то, блин. Крапива-то такая жгучая. Я вот 22 минуты пишу. Надо было взять что-то... А, у меня рюкзак же на спине, но рюкзак где держит эту камеру. Сюда как-нибудь отдельно приду и соберу листиков. Ой, шляпа слетела. Вон тут еще одна коряга. На самом деле это вот векко-дерево. Вот этого тоже ивового. И зритель, ты можешь не поверить, но когда-то давно в моем детстве еще может на рубеже 90-х это все было несколько ниже. Вот так вот тут был как бы ручей. В апреле он бывал здесь. И когда очень много дождей идет, тоже снова возобновляется. И ручей идет тут по низу труда, потом вместе с трудом там соединяется и дальше идет вот этой речкой Потешкой. Сначала берущий в крайнем пруду в одном из четырех самым малым. Возможно он уже там высох по большей части. В Примяково, которая еще в конце 70-х, уже даже в середине 60-х немножко переставала существовать. И знаете, я так удивилась. Я то ли это местности в этой соседке спрашиваю, как же, там же дома были, ни одного намека. Что-то может продали в Перелуке, ну в смысле как этот дом перевозили, так же как дом теть Валик, который одно время общалась, где сейчас живут неприветливые дети, которые делают вид, что они никого не узнают и совершенно не чтят традиции. Короче, вот та деревня, в которой сейчас два дома, и это уже не изначальные жители, которые вообще никак к этой деревне не относятся, просто дачники, можно так сказать, потеряла мыслю. А, так вот, эта речка, ну и тот дом, вот эта теть Валя, его перевозили, она мне говорила, что его перевозили вроде как из Прелуг, ну так же вот собирали по бревнам, но привозили, разбирали, собирали потом по бревнам. И там также в Примяково какие-то дома разбирали, увозили в Прелуке, ну где-то там ставили, обратно собирали, а больше все остальное растащили, в том числе в ферму. И то бишь я так поняла, что в Углическом районе, а Углический район насколько мне известно, я не знаю в интернете наоглянуть, к какой области он относился, но Ярославская область она чуть моложе моей бабушки. в 2016 что ли году или в каком-то может раньше, в общем, когда-то было 80 лет Ярославской области и бабушка говорила, что до того, как они вступили в Ярославскую область, ну как бы жилось немножко лучше и многие были против вступления в Ярославскую область, у кого это спрашивали, да. и вот в Углическом районе по ходу дела в этой особой местности было принято растаскивать, ну с одной стороны это я считаю правильно, лучше кому-то пригодится, чем просто сгниет, а с другой стороны вот так вот вандальничали люди еще в Советском Союзе и растаскивали деревню по бревнышку. Вот это вот ива, коряга такая. Кажется, такая коряга из земли растет. Сейчас я на низ опущу. Я почему-то все время путаю, если стрелочка вниз, то это вниз идет, а я нажимаю наверх, оно у меня идет вверх, а я думаю, что сейчас вниз пойдет. Вот. Немножко видно планшет, с которого я управляю. Вот эта вот коряга, это как раз тоже вевка ивы. И изначально тут оно было чуть повыше, ну метра где-то на два с лишним. Я боялась сюда спускаться. Был резкий по большей части спуск такой. И мама в этом ручье полоскала белье, ну стирала там вот в обычной такой-то потопной советской круглой машине, не автоматической, совершенно активаторного типа, да, и потом уже руками полоскала белье в этом ручье. И она спускалась, был такой резкий спуск от берега. Ну, от пруда, вот этот бережок, где-то был метра два, а где-то полтора, где-то даже метр, узенький такой кусочек, потому что можно было вот так вот отсюда пройти по берегу пруда и выйти там у нашего Тоши, у деда, у бабы Нины тогда еще к огороду. И я, ну, редко ходила, чаще ходили там мои менее трусливые, вот там была не сестры, я почему-то боялась, там шастать, ну, узкая, узкий кусочек, вода упадешь, плавать не умеешь, с другой стороны, вот этот резкий такой обрывчик был. И последствия, я так понимаю, что пруть немножко где-то может разлился, когда были очень сильные дожди, может где-то вот тут подопустилось, а потому что сейчас вот так вот тут совсем практически не надо подниматься, все вот, почти все ровное, на корягу все смотрим, ну, давайте на наш орешник посмотрим, постоим, посмотрим, а я буду болтать. И мама стирала белье, вот росли, ну, полоскала белье, росли вот эти ивы, они так тут и остались, но земля как-то приопустилась, где-то приравнялась и уже нет такого обрыва и кажется, будто это все практически одна равнина, все вровень такое, ну, и дом у нас, соответственно, тоже где-то приопустился со временем, а так тут было как бы слегка под горку, с горки в горку, вот так тут было, но все же надо ходить в резину, потому что тут ну, немножко так как бы мягко, и куст мородина очень сильно так разросся, вот так удивительно, что тут вообще он вырос, вот мне ветка по черепушке, ну, не дала, конечно, но я ее шляпой сейчас увидела, и вот смотрите, сейчас вот на эту иву покажу, как она развалилась от времени, от погоды, и вот она действительно была как бы внизу, а тут было кверху, и там какая-то часть была, часть деревьев, и часть вот корней, допустим, на скате, так вот, с горки выросло что-то, и оно стало, земля где-то опускается, где-то поднимается, где-то вровень, в общем, меняет свое, как бы положение, и дерево в итоге тоже, вот, такая судьба его ждет, сейчас просто повыше сделаю, вот это дерево, которое так развалилось, а тут листик, а нет, это шляпа моя, шляпа моя немножко нависает, ну, и, конечно, еще бобры тут постарались, бобры не только березы грызут, вот этот кусок, отвалившийся сам, либо ему помогли, от дерева, от ивы, и видно, что, сейчас уберу этот следующий фокус, видно, что это из одного, как бы, почти практически, от одного ствола, вот тут тоже крапива, и еще смородина, тут три куста смородины, самосевом, какой побольше, какой поменьше, на входе сначала справа, потом слева, и вот тут вот, отдельно, такой огромный листик, и, кстати, кто это у нас, да, это тоже черная, черная смородина, у нас она вся практически выродилась, а здесь она самосевом, было бы круто, если бы на следующий год тут было прилично ягод, но даже если и сейчас тут немножко есть, вот они начинают зреть, в город я потом поеду, я надеюсь, мне дойдут возможность, в саду собрать немного красный и черный, у меня там каждый год, выделяется по кусту того и другого, плюс тут в одном месте, в прошлом году я обнаружила красный, вместе с черным, я тоже туда, надеюсь, съездить, надеюсь, с великом все будет в порядке, и вот здесь вот, возможно, видно, что сейчас я припущу камеру вниз, опять вверх, извините, соседей слышно, с правой стороны, так как я сейчас спиной стою, к этому всему, то это с правой стороны, тут вот берег был, вот он как бы, то, что надо было подниматься, с этого мостика, там было чуть менее так полого, ну, в смысле, так, ну, не приходилось так особо напрягаться, чтобы как несколько ступенек, если было вверх, а здесь чуть-чуть еще осталось видно, что, ну, где-то вот так, одна, может, треть, или чуть меньше половины того, что было изначально, тут такие огромные лопухи, ребята, ой, моя шляпа улетела, шляпа, 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 не улетай, мне же потом к тебе еще возвращаться, ты моя любимая шляпа, такой вот тут ветерища, если улетит в пруд, то уже все, трындец, как я отсюда буду выходить, я же не муж моей подруги мои, ну, короче, не мои друзья, не моя счастливая семейка, которая поперлись в огород без шляп, совершенно, я ей подруге говорю, слушай, тут дитёй бегает, конечно, тут стена травы, человеческий рост, но за ней же пчёлы, она говорит, но она не боится, потому что она не знает, что там пчёлы, и что их надо бояться, сейчас я тут камеру немножко выровняю, так вот, ветка, она так идёт, тут лишая очень много, но белый лишая, и он считается, что это экологически чистое место, как бы, а так и есть, очень много сушняка, сушняк это не только, когда вы пили алкоголь, а потом вас мучает этот сушняк в горле, или вы в обморожном состоянии, а у вас потом этот сушняк, и сушняк это ещё и, как громко вопят мои соседи, а у меня все четыре микрофона выключено, короче, сушняк это ещё и, вот эти вот, веточки сухие, вот тут у нас поле, в прошлом, или позапрошлом году, я сюда ходила, с Sony камерой снимала, и даже, наверное, уже выкладывала это, наверное, в позапрошлом, в прошлом году, я ходила с великом, в другое место, я ещё не всё выложила, не все шорты выложила, сейчас я просто покажу эту линию поля, когда у нас был телёнок в моём детстве, ну, я помню, как бы двух телят, но у нас, наверное, были больше, чем два года подряд, он гулял вот как раз здесь, а когда-то давно маленькая совсем была, зимой приезжала с мамой сюда, у меня были какие-то белые сапожки, кужиные, и я зимой с горки на санках каталась вот по этому пруду, вот этот пруд, и вот сейчас, вот куда я показываю камерой, здесь как бы сушняк, ну, возможно, можно пройти, в резиновых, может, где-то ещё немножко есть вода, но на самом деле это был пруд, и он продолжался, у меня глазомер такой, что я могу сказать метров 10, но, наверное, чуть меньше, чем метров 10, вот тут ещё как бы трава такая, что видно, что там, ну, немножко сыра, но на самом деле он довольно глубокий был, и туда дальше был мостик, которого тоже уже нету, и у меня такое ощущение, что там тоже вот это вот, это смородина, прям удивительно, где она пока растёт, где она только не растёт, точнее, тоже почему-то забываешь, что если налево, то вот налево, а я дёргаю направо, оно мне почему-то идёт направо, не идёт вообще, вот это растение, вот это растение, только не горите, что это гром, это не надо нам тут грозы, пожалуйста, не отключайте нам свет, а если решить отключить, то через час, пожалуйста, верните его, короче, вон там растение медосбор, я сейчас планшетом закрыла немножко его, и у меня оно, видимо, куда-то, где тут оно, стрелочки эти, вот это растение медосбор, но тут растёт, тоже, я не помню, как его звать, но знаю, что с него берут пчёлы мёд, и вот там видно этот спрутик, я сейчас попробую тут немножко, чуть-чуть спуститься, точнее, встать вот так вот, так, опять не туда, я уберу планшет, сейчас когда выровняю тут, вот это пруд, и тут, ещё есть, правда, без плодов, черёмуха, возможно, туда и вниз можно спуститься, но мне одной, откровенно говоря, стрёмно, может, со мной как-нибудь кто-то приедет сюда, ко мне, и я схожу и без звука запишу, либо это, кто-нибудь из родственников приедет, и у них было чуть побольше времени, и они со мной сходят за компанию. Там действительно чёрная смородина, но к ней, мне лично к ней не подойти. похоже на гром. я вот уже сомневаюсь, стоит ли мне сегодня ехать в тот лесок, глядеть земляничку, и на приближение снимать прилуки, что в несколько, в паре тройки километров от меня. от меня. Опять попила, опять она меня кусает. У меня такое ощущение, что пруд уменьшился именно с нашей стороны, со стороны тоже он так и остался. так. Давайте. А тут моя шляпа. Так. я-то больше кусок вижу. У меня просто она с левой стороны прикреплена. Вот. Я даже так чуть-чуть наклонилась. Да, мне очень стрёмно сюда идти дальше. Даже если тут сухо. местами. Да, местами растут камеши, но они же растут все-таки ближе к вазе. Вот такой теперь у нас пруд. И в этом смешанном режиме приближение-отдаление не работает. Отсюда видно ульи. Вот даже их. Вот они. Чуули за деревьями. Можно сказать, за ветлами, за ивами, потому что из деревьев тут по сути одни ивы. А тут вот еще куст этот самый. я еще подумала, что ну там тогда похожий куст был, может просто что-то другого, я не знаю. Что часть земли съехала в одну сторону, а часть съехала в другую. Поэтому мостик у нас уехал сюда, а пруд на самом деле был вот такой. но он на самом деле действительно был больше. О, так это вообще упавшая ветка. так, я сейчас притащу камеру вот сюда. Вот эта ветка, да, оказывается, уже опала. ее можно взять потом на растопку, печки или мангала, которую я уже три дня не пользую, не трогаю. Обалдеть. Тут столько сушняка, но я сюда приду потом уже без камеры. И причем этот сушняк уже отломанный сам по себе и висит вот на этих ветках. Ну вот сейчас будет проблема спускания. сейчас я чуть-чуть опущу вниз. Вниз. Вот. Вот сейчас будет проблема спускания. Ну я сейчас верну на такой режим. В смысле на такое положение камеру. Вот отсюда сейчас просто глянем на деревья, как они расположены. Квакушки клакают. ой, блин, я забыла, что у меня листик в кармане был помимо платка. И в итоге листик у меня упал куда-то. ну ладно. Я тут высморкалась. Может я сюда еще как-нибудь раз приду или с Sony камерой или с Sony камерой, но немножко уже в другом режиме. реальное ощущение такой сухой грозы. Надеюсь, мою земляничку у нее тут, репейник. Мой человеческий рост. У меня метр шестьдесят два с половиной. Мою земляничку никто-то мне скоммунизит. Никто раньше меня туда не поедет. И она при этом сама не опадет и будет в нормальном зрелом состоянии. Потому что сегодня что-то фиг знает. Стоит ли ехать? Поедешь, пойдет, дойдет. Хотя вместо интернета мне бы надо выйти. У меня там вроде как какое-то сотрудничество намечалось. но мне что-то везет на менеджеров шоу в банке мне тогда попалась интересная девица который уже сменил банка корреспондента для вывода долларов со ценц у меня с ними так ничего не случилось и который якобы по видеосвязи дистанционно оформляет вклады но нифига он этого не делает у него только на отмазку. Страница не разработана пересыл туда идет никуда так вот мне попадаются один к трем менеджеры ну ладно два к одному по сотрудничеству которые либо сразу обговаривают все предлагают сотрудничество отдают ссылку хочешь пиши пишешь и они тебе на выбор что тебе интересно и соответственно тестируешь на себе нравится не нравится говоришь честный отзыв а бывают такие которые как бы предлагают заполняешь форму вместо продукции тебе идет скидка ну купон бонус на скидку а потом спустя пару месяцев они вдруг понимают что как бы человек ну не зная продукции я бы не стала покупать эту продукцию даже если у меня был бонус скидка да ну купон на скидку 25% они вдруг предлагают что типа мы вам можем кинуть что-то на обзор вы сделаете обзор протестите скажите что вам нравится на свое мнение соответственно есть ссылку на нашу пишешь им с этим вот всем типа напишите нам если вы типа хотите все еще этим всем заниматься они да 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 потом спрашивают так будто первый раз вас видят уже обсудив все и вот после этого как-то и подумаешь хочешь с ними сотрудничать или уже идите вы пожалуйста нахрен а некоторые раз в 10 дней отвечают где пустоплата при этом и ведут себя так что они думают что ты сам сам сольешься хотя изначально предлагали сотрудничество ну и я поняла что летом все-таки не очень мне удобно сотрудничать с некоторыми такими которые сами не знают что хотят потому что надо как-то быть привязанной к городу ждать там эту посылку либо идти там в какой-то конкретный магазин покупать обозревать и не факт что тебе это вернется обратно денежкой в общем вот ну и мне короче надо выйти в интернет глянуть поймать интернет глянуть в телеге что там есть ответ нет ответа пойду я уже обратно достигнут предел поворота окей 46 минут видео у нас уже 52% заряда там местами небо потемнело но не так чтобы сильно но надо выбираться потому что камера у меня не защищена от воды есть на нее специальный аквабокс но он стоит денег я не знаю как в нем но можно ли в нем снимать допустим не воды как он пишет звук видимо бочку я сегодня уже не помою ну если будет дождь то какая почка хорошо бы хоть гамаки немного посидеть то мне что-то в этот пресс снова не получается сначала некоторые люди думали что приезжаю их развлекать и удивлялись что у меня какие-то дела свои могут быть у них же есть дела тут березка есть березка которая спряталась в заросли этого самого вот она березка спряталась в заросли орешника тут где-то кстати я вчера видела орешек ой я вижу вроде еще один но я не уверена короче ну тут есть орешки на маленьком орешнике их чуть побольше видится хотя он маленький там вижу какие-то цветочки прогуляться бы потом туда как на перезиках в общем вот наши заросли у родственников сломалась коса косить нечем вон там вполне можно сделать беседку такую как бы вот какой-нибудь столик поставить с крышей вот так вот в тенечке можно здесь сидеть потому в принципе в ту сторону пчелки особо-то не залетают выкосить тут как-то облагородить и сделать беседку был бы кто рукастый добровольный батрак но к сожалению таких нема спасибо что вот тут я не знаю друг приятель знакомый короче муж подруги сделал эту тропу мне в итоге я ей пользуюсь и с вами вот тут посмотрели все что я хотела показать я думаю можно отключаться уже ну всем привет забыла сказать ну это всем как бы пока а да хотите поддержать канал я буду очень вам благодарна вы как бы меня мотивируете что-то еще для вас такое спонтанное или не очень снять либо можете поддержать с какой-то целью типа хочу монбанк асмр или что-то еще ну теперь точно всем куда руку то предпоказать камера я хочу тут помахать рукой а ты куда-то уезжаешь пока вот наш орешник спасибо за просмотр за просмотр за просмотр